Здравствуйте! В эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Мы готовы принять родственников погибших людей. Здесь мы для этого все готовы. Кто и почему сбил самолет на азийских авиалиний «Боинг-777»? Харьков станет центром международной экспертной группы, которая должна дать ответы на эти вопросы. Подозреваемая в хулиганстве пришла, пострадавший не явился. В суде Дзержинского района Харькова рассматривается дело медсестры по избиению участника акции в поддержку Диду Украины. Также на сегодняшний день мы можем сказать о предварительной сумме, которая была похищена после данного преступления. Она составляет около 100 тысяч гривен. Кто расстрелял инкассаторов на садовом проезде? Первые выводы у правоохранителей после ряда экспертиз. Итак, подробности. Харьков станет центром международной экспертной группы, которая должна дать ответы на вопрос, кто и почему сбил самолет на азийских авиалинии «Боинг-777». Трагедия произошла 17 июля. Самолет упал около поселка Грабово Донецкой области. Погибли 295 человек. Основная украинская версия, к которой склоняется большая часть западных политиков – запуск ракеты террористами, которые спутали гражданский борт с военным. Россия и террористы перекладывают вину на Украину. Сегодня в Харьков прибыли международные эксперты для изучения причин крушения малазийского лайнера. Всего в группе 31 человек. Среди них, помимо украинцев, 7 специалистов из Нидерландов, страны, откуда вылетел борт и чьих граждан среди жертв больше всего, а также эксперты из США, Германии и Великобритании. Кроме того, к ним могут присоединиться и россияне. Президент Петр Порошенко пригласил их принять участие в работе комиссии. Правда, пока иностранные эксперты никаких комментариев не дают, только знакомятся с ситуацией. Это представитель полиции, его зовут Майкл. К сожалению, он не может дать никаких комментариев. Ему нужно работать. Ему надо идти без комментариев. Харьков в вопросе работы комиссии выступает как организационная сторона. Здесь будут работать эксперты, сюда приедут родственники, сюда привезут тела погибших и, возможно, части самолета. Для чего уже выбрана специальная площадка. Эта площадка будет находиться на территории одного из заводов. Это место специально выбрано для обеспечения безопасности и сохранности тех фрагментов самолета, которые будут доставлены. Это ангар по своей конструкции большой площади. И в этом ангаре будет проводиться работа по условной сборке фрагментов упавшего самолета. Наша задача – поселить, организовать работу, создать комфортные условия для пребывания экспертов международных на территории Харькова и Харьковской области. Мы готовы принять родственников погибших людей. Здесь у нас для этого все готово. Для этого в городе создан антикризисный центр по поддержке семей погибших и обеспечению работы правительственной комиссии по рассмотрению причин авиакатастрофы «Боинга-777». В рамках этого центра уже начал работу и колл-центр. Правда, пока родственники погибших сюда не обращаются. Звонят в основном харьковчане, которые предлагают свою помощь как волонтеры и просто уточняют информацию. Звонят люди, жители Харькова, готовые помочь в своей помощи, оказании помощи. В какой помощи? Помощь готовы переводчики в основном. Переводчики английского? Итальянского, английского, персидского, немецкого. С семьями погибших готовы работать более сотни волонтеров, около полусотни медиков и психологов. Они будут находиться в отелях, где разместят семьи погибших. Всего подготовлены 10 гостиниц. Эксперты уже разместились в отеле Харьков Пелос. Кстати, по данным СМИ, ее владелец Александр Ярославский пообещал, что селить родных жертв катастрофы и дипломатов, и экспертов там будут бесплатно. Кроме того, любую необходимую безвозмездную поддержку указанным категориям лиц бизнесмен гарантирует и в отношении услуг Международного аэропорта Харьков, находящегося в управлении группы DCH. Однако пока сообщили новостям от ЭН в Харьковском аэропорту. Никаких данных о прибытии бортов с родственниками погибших у них нет. Как до сих пор нет и информации о том, что в Харьков прибудет железнодорожный состав с телами погибших. Пока, по данным СМИ, его продолжают блокировать террористы на Донбассе. В управлении ЮЖД сообщили новостям от ЭН, что они готовы принять спецгруз, но когда он будет, тоже неизвестно. Поезд состоит из вагонов, рефрижераторов. Сбор останков продолжается. Харьковские морги сообщают в антикризисном центре, также готовы их принять. Кроме того, в этом случае в Харьков должна прибыть передвижная лаборатория из Киева. Марина Николаева, Инна Степанишина, Алексей Антонов, агентство телевидения новости. Подозреваемая в хулиганстве пришла, пострадавший не явился. В суде Дзержинского района Харькова рассматривается дело о хулиганстве медсестры Ольги Варжииновой, подозреваемой в избиении в вербное воскресенье участника акции в поддержку Единой Украины. Сегодня предварительное заседание суда продолжалось всего несколько минут, после чего судья перенесла его на 28 июля из-за отсутствия пострадавшего, преподавателя ХАИ Владимира Селевича, которого 13 апреля как раз в вербное воскресенье добивала ногами на ступенях станции метро «Университет» участница сепаратистского митинга медсестра Ищугуева Ольга Варжиинова. В тот день участники митинга за отсоединение Харькова от Украины стали отлавливать и избивать приверженцев Единой Украины, которые, завершив у памятника Шевченко свой митинг, возвращались домой. Действия Варжииновой, бившей ногами и без того избитого и окровавленного Селевича, были сняты на видео. Затем общественные активисты идентифицировали женщину через социальные сети, после чего Чугуевская медсестра была задержана милицией. В Варжииновой было оглашено подозрение в совершении преступления. Проведено досудебное расследование, далее прокуратура направила дело в суд. Мы вначале хотели послушать, какими доказами располагает сторона обвинения, а уже с этой позиции мы будем, как говорится, устраивать свою защиту. Поэтому сейчас сказать, мы не будем говорить, признаем или не признаем вину, пусть вначале проднем в эту стадию предварительного заседания, а там уже будем, как говорится. Вина подсудная, будет выдавана полная опция, в зибридном материале досудового расследования было наданно досудование, там было доследование в ходе судового слуха не справа. Ольга Варжиинова во время досудебного следствия была помещена под домашний арест на два месяца. Затем эту меры пресечения с нее сняли ввиду безупречного поведения. Женщина обвиняется по статье «Хулиганство». Ей грозит заключение сроком до четырех лет. Виталий Лапскир, Александр Романовский, Агентство телевидения новости. В Харьковском апелляционном суде сегодня снова рассматривалась жалоба по делу одного из пророссийских активистов, Игната Крамского, более известного как ТАПАС. Суд принял решение оставить задержанного под стражей. Впервые Игнат Крамской, он же ТАПАС, был задержан 28 марта по подозрению в организации штурма Харьковской обладминистрации. Суд приговорил его к домашнему аресту, из-под которого он сбежал, сняв электронный браслет. Повторно ТАПАСа задержали в апреле, после чего он был доставлен в Полтавское СИЗО. Адвокаты Крамского не единожды подавали в суд жалобы с просьбой смягчить меру пресечения. Сегодня апелляционный суд Харьковской области снова оставил ее неизменной. По словам адвоката задержанного, таким решением они недовольны и будут подавать апелляцию снова. Скорее всего, каждый месяц, пока не добьются изменения решения. Кроме того, уверяет защита, в данный момент решается вопрос об обращении в Европейский суд по правам человека из-за плохих условий содержания. Он жалуется на нечеловеческие условия его содержания в Полтавском СИЗО. Его поместили в карцер, на его мнение безосновательно, без всяких оснований, где плохие условия по освещению, по сырости, влажности воздуха, по питанию и так далее. Все материалы по Игнату Крамскому были переданы в СБУ, но пресс-центр службы безопасности никаких комментариев по данному делу пока не дает. Лариса Говина, Александр Романовский, агентство телевидения новости. Инкассаторов на Садовом проезде расстрелял все тот же неизвестный убийца, который 13 лет наводит ужас на Харьков. К таким выводам пришли правоохранители, проведя ряд экспертиз. Напомню, трагедия произошла в минувший четверг. На глазах у десятков очевидцев. Погибли трое человек, двое сотрудников милиции и экспедитор магазина «Посад». Сам преступник скрылся на угнанном автомобиле. Эту машину нашли накануне вечера. Volkswagen-транспортер угнанной убийцы инкассаторов правоохранители нашли около реки Студенок в посадке у окружной, неподалеку от городской свалки. На поиск машины ушло три дня, как подчеркивают правоохранители, очень кропотливой работы. А ее местонахождение показало, насколько продуман был план преступника. Даже экспертов поразила та дерзость, с которой было совершено преступление. Средь бела дня на глазах у десятков свидетелей в центре спального района были расстреляны трое инкассаторов. Но садовый проезд не так уже далеко находится от границ города. За 10 минут, а именно столько, по словам местных жителей, прошло от того момента, как ошарашенные очевидцы стали звонить в милицию и приехали оперативники, бандит легко добрался до Федорцов и Павлинков. А дальше – огромный участок, на котором только поля и густые посадки, исчерченные проселочными дорогами. Фары злоумышленник еще не включал, было достаточно светло, и увидеть машину в этих зарослях было практически невозможно. Тем более, что он загнал автомобиль в практически непроездную болотистую пойму реки Студенок, где и бросил. Отсюда до окружной рукой подать и как раз начало смеркаться. Преступнику удобно было выбраться на дорогу, а здесь, возможно, его ожидал автомобиль. Причем даже при объявленном плане перехвате бандит особо не беспокоился. В сторону Безлюдовки можно уйти в обход блокпостов. Правоохранители вышли на его след только накануне вечером. Вся территория была обследована экспертами и кинологами со служебными собаками. Сейчас машину тщательно изучают. Также на сегодняшний день мы можем сказать о предварительной сумме, которая была похищена после данного преступления. Она составляет около 100 тысяч гривен. Сегодня проведены ряд экспертиз, которые позволяют сказать, что автоматическое оружие, которым пользовался преступник, также использовалось ранее при расстреле инкассаторов в городе Харькове. Еще одним доказательством является определенная схожесть между фотороботом, составленным в 2009 году, и видео, снятым на Садовом проезде. Таким образом, у правоохранителей не осталось сомнений. Действовал тот же стрелок, который с 2001 года убивает харьковских инкассаторов. Несмотря на то, что последние два раза его видели в одиночестве, профессионалы не сомневаются. У убийцы есть сообщники прикрытия. Не вызывает сомнений подготовка. Слишком уж профессионально он обращается с оружием, разрабатывает план преступления. Однако кто он, сотрудник спецслужб или МВД Украины или России, экс-сотрудник или человек, сделавший смыслом своей жизни месть правоохранителям, ответить на эти вопросы, не задержав его, невозможно. Для него все равно, что куренку голову оторвать, что убить человека. И абсолютно вы видите, что никаких эмоций при этом он не подавал. Он просто, мягко говоря, очевидно, уже просто издевается над правоохранительной системой, творя такие преступления среди бела дня, среди массы людей, зная, сколько там свидетелей. Правоохранитель же обращается к жителям Харькова с просьбой сообщить какую-либо информацию об убийстве. И если она приведет к задержанию преступника, обещают выплатить 1 миллион гривен в качестве вознаграждения. Марина Николаева, Александр Романовский, агентство телевидения новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Резонансное убийство бизнесмена Ярослава Бесаги. Правоохранители заявляют, дело раскрыто. Правда, в СИЗО пока только тот, кого называют исполнителем. Как подать не только качественную услугу, но и сэкономить, тепловики уверяют, новые индивидуальные тепловые пункты скажутся и на цифрах в квитанциях потребителей. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Новый ЗИР Харків 720-92-20 Открылся отдел роскошной мебели. Цены радуют. Мебельный центр «Маршал» на метро «Маршала Жукова». Напротив дома мебели. Детально на умк.ua. Лікувание катаракты с коррекцией астигматизма снижкой 1500 гривен в медицинском центре «Автальміка». Акция действует с 1 червня до 31 липня 2014 года. Телефон 700-2717. Наш сайт – офтальміка.com. Само лікування може бути шкитливим для вашого здоров'я. Правоохранители заявляют, что раскрыто резонансное убийство Ярослава Бесаги, бизнесмена, застреленного год назад в ресторане в парке Горького. Правда, в СИЗО пока только тот, кого называют исполнителем. Известный харьковский бизнесмен Ярослав Бесага погиб в августе прошлого года. Трагедия произошла поздно вечером в ресторане «Охотный двор», где предприниматель ужинал. Около 11 часов к столику, за которым сидел 42-летний предприниматель, подошел неизвестный, сделал три выстрела из пистолета с глушителем и скрылся. Пистолет чуть позднее нашли, а вот убийцу нет. Более 15 тысяч опрошенных, около сотни экспертиз и результат. Была установлена особа злочинца, злочинец был затриман, и на данный час перебивает в следственном изоляторе с метою проведения подальших следственных действий. О задержанном пока известно немного. Правоохранители говорят только, что это 27-летний житель Харьковской области, ранее судимый за грабежи и разбои. После расстрела предпринимателя мужчина около года скрылся в Харькове на съемной квартире, однако правоохранители сумели выйти на его след. При этом в милиции не скрывают, убийство заказное и задержанный просто киллер. Известно ли следствие имя заказчика, в ГУМВД не уточняет. Тем более, что ранее утверждалось, что бизнес Бесаги, он возглавлял компанию «Омега Автопоставка», занимающейся реализацией автотоваров и перевозками на республиканском уровне, слишком уж нравился бывшему главному налоговику и куратору Харьковской области, а ныне беглецу Александру Кливенко, а также его харьковским подшефным Михаилу Добкину Геннадию Кернесу. А Бесага бизнес продавать не хотел. Марина Николаева, агентство телевидения «Новости». Как предоставить качественную услугу и при этом сэкономить? Тепловики уверяют, все это станет возможно с введением в эксплуатацию новых индивидуальных тепловых пунктов. Как готовится к отопительному сезону? Репортаж Оксаны Нечипаренко. Индивидуальный тепловой пункт для дома по улице Власенко 9А открыли в конце мая. Теперь из кранов, говорят местные жители, порой идет кипяток. Надеются и на теплые квартиры, предстоящие зимой. Правда, единственное, что беспокоит, сколько будут платить за эти блага цивилизации. Нам в один месяц вышел, когда морозы были, они, по-моему, январь, нам пришел отопительный счет за четырехкомнатную квартиру 770 гривен. То есть, если это сейчас в полтора раза подорожает, вы сами можете представить, какая цена придет. Даже кипяток очень, очень можно было не такую горячую давать. Но, наверное, выгодно им газ побольше, чтобы мы платили побольше. А нам тоже это не выгодно, потому что на копейках живем. Не только качественная услуга, но и экономия. Тепловики уверяют, новые ЭТП скажутся и на цифрах в квитанциях. Ведь благодаря близости к потребителю меньше теплопотери во время подачи воды. А благодаря счетчикам температуру, в отличие от централизованной системы, при необходимости можно регулировать. Пока ее держат на уровне необходимых 50 градусов. Вот такие тепловменники новые, вот эти, пластичатые, они очень экономные. Они по них пробегают меньше теплоносителя, то есть, меньше затратов же газа будет. Вода нагревается в них быстрее, чем в старых, пожутрудных. Стоимость такого чуда техники – около 300 тысяч гривен. Однако, затраты, обещают тепловики, окупятся быстро. ЭТП могут обслуживать от одного до пяти домов. Они практически полностью автоматизированы и постоянного присутствия операторов не требуют. Их контролируют при обходе. По городу их уже установлено 195. К пуску готовы около 70%. В первую очередь тепловики занимаются проблемными районами – Ленинским, Октябрьским и частично Червонозаводским. Там во многих домах, говорят, находятся встроенные котельные, что, учитывая износ оборудования, очень опасно. Однако, никакие ЭТП не помогут сэкономить, если прорвет центральную магистраль. Сейчас без горячей воды стоит часть Ленинского и Октябрьского района. На улице Клопцова активно работают экскаваторы. Производим замену трубопровода отопления диаметром 400. Это ввод на ЦТП Клопцова 6Б. В первую очередь разрываемся, как вы видите. После этого вскрываем лотки, зачищаем эти лотки, демонтируем трубу старую. И монтируем после этого монтаж стальной трубы, которую вы видели уже. Ремонт обещают завершить к концу июля. В этом году в Октябрьском районе было заменено 3,5 километра труб. К отопительному сезону уже готово 77% объектов. И обогревать квартиры обещают без перебоев, несмотря на нынешний режим экономии. Есть такая информация, что закрывается ДЭЦ-5, но включается Держинская котельная, которую мы оттуда будем получать, я имею в виду для Центра теплоснабжения. Для завода Шевченко у нас газ есть, всё есть, мы работаем, мы подаём полностью горячую воду круглые сутки. В работе и ДЭЦ-5, и ДЭЦ-3 пока никаких изменений не произошло, говорят уже в Департаменте коммунального хозяйства Гурсовета. То же касается и остальных теплоисточников. Горячая вода поставляется в дома харьковчан по графику. Есть вопросы с долгами, однако его чиновники переадресовывают правительству. Уверяют, город рассчитывается и за газ, и за тепло. И долг ХТС составляет 425 миллионов, в то время как государство по разнице тарифов задолжало более 1 миллиарда. Если правительство установлено в законном порядке, рассчитается за эти цифры или за эти долги, которые оформлены в том порядке, которые установлены к обминам, мы не только способны закрыть все долги, но и сделать предоплату. Это раз. И сегодня мы везём все регламентные работы строго по графику. Отопительный сезон в городе планируют начать, как обычно, 15 октября. Оксана Нечапаренко, Виталий Лапскир, Александр Романовский, Агентство телевидения новости. Приёмные комиссии харьковских вузов уже третью неделю принимают документы у абитуриентов, но отдавать оригиналы поступающие не торопятся. Из 80 тысяч поданных документов оригиналов только 10%. Несмотря на то, что количество бюджетных мест с прошлого года не уменьшили, харьковским абитуриентам попасть на них стало тяжелее. Конкуренцию им составляют тысячи желающих из Донецкой и Луганской областей. Около 80 тысяч заявлений и только 10% оригиналов. Это первая статистика вступительной кампании 2014 года в Харькове. Количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом осталось прежним. Объём госзаказа даже на военные специальности, несмотря на боевые действия на востоке страны, также не увеличился. Но абитуриенты стали охотнее подавать на них документы, говорят в Департаменте образования области. Эти года государственные замедления на уровне минулого года. В высшие учебные заклады, где имеют за деньную форму учебания 10 546 мест, за очной формой учебания 1519 мест. То есть, приблизительно 12 тысяч мест, на которые могут вступить наши абитуриенты. И хотя бюджета меньше не стало, харьковским абитуриентам всё-таки придётся потесниться. Несколько дней назад кончилась дополнительная сессия ЗНО для выпускников из Донецкой и Луганской областей и Крыма. В ней приняли участие около 8 тысяч человек, большая часть из них подают документы именно в харьковские вузы. В Центре оценивания качества образования таким поступающим рады, говорят, выше конкуренция, умнее студенты. Сложнее ситуация с теми, кто хочет в харьковские вузы не поступить, а перевестись. Из 25 желающих из Славянска и Донецка бюджетные места нашлись только для половины. Особая процедура предусмотрена для крымчан, которые закончили бакалаврат на полуострове, получили дипломы российского образца, но желают поступить на специалиста или магистра на материковой Украине. Если мы учились в Симферопольском медицинском университете, то сегодня Министерство освіти визначило, что выпускники этих вузов должны вернуться к Киевскому национальному медициному университету Богомольца. И Киевский университет Богомольца должен переработать диплом и выдать диплом этому студенту, что он завершил в Киевском университете. То есть в каждой сфере выназначен высший учебный заклад, в котором будут проработать документы про освіти для этих выпускников Киевских вузов. Поступающие на дневную форму обучения по сертификатам ЗНО могут подать документы до 1 августа. Тем, кто сдаёт творческие конкурсы, дополнительные вступительные экзамены или проходят собеседование, нужно успеть до 24 июля. Это можно сделать как лично, так и через интернет. Кстати, в нынешнем году система электронного поступления стала популярнее среди абитуриентов на 10%. В начале недели осадки возможны во всех областях, кроме Юга и Востока. 22-23 июля дожди задержатся лишь в западных областях и местами на севере Украины. К концу недели синоптики обещают сухую погоду. В большинстве областей страны ожидается комфортная погода, плюс 22-28 градусов тепла. В Харькове в течение недели погода будет переменчивой. Ожидаются дожди с грозами и похолоданием. Только к концу недели снова будет жарко. Днём столбики термометров поднимутся до 25-30 градусов. Завтра облачная погода. Ночью и утром дождь с грозой. Температура воздуха по городу ночью плюс 18. Днём от 22 до 24 градусов тепла. В среду и четверг кратковременные дожди, местами грозы. Ночью плюс 18. Днём температура воздуха прогреется до 28 градусов. Уже с пятницы осадки прекратятся. Температура воздуха начнёт повышаться. И к концу недели составит 30 градусов тепла. Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Сталеви двери Комунар. Телефонуйте. 7100. Удобная покупка жилья начинается на сайте han.com.ua. Компания «Хан». Харьковское агентство недвижимости. Субтитры подогнал «Симон»